Самый шок-контент для вас будет буквально через минуту. Для меня высота это просто дикий страх, об этом я уже говорил. Короче, я придумал вообще... Ребят, я считаю, что 18 сантиметров это отлично. Это жесть. Так, друзья, я сейчас приобрел круг на 18 метровый, приобрел круг на 10 метровый и взял трубу с внутренней этой на 20, с внутренним, как там, диаметром на 20, чтобы она друг в друга входила. Я не снимал, они в багажнике лежат. И сейчас мы приехали за шпилькой с резьбой. Народа что-то много сегодня тут. 18. Ребят, мне кажется, надо уже с этой компанией за рекламу брать. Вы уже в каждом ролике фигурирует этот магазин, но просто он рядом находится. Я даже сейчас сказал про магазин, а у вас так в голове уже это название его. Потому что вы его все видели, если смотрите периодически наши фильмы. Так, сейчас мы закупаем все оставшееся для нашего флюгера. И будет, короче, хорошечно. Так, объясняю в двух словах. Это краска. Это у нас идет то, что будет врезаться в деревянную часть. Это переходка, по которой будет вращаться наш флюгер. Это основная шпилька. Но я, может быть, заменю ее на 20, пока не знаю. И вот это для букв, то есть буквы в разные стороны расходящиеся. Для просверливания. В конечном итоге ценник у нас вышел в 700 рублей. Вам на обратном пути или сейчас? В этот цех вон там попасть? Или железные ворота? Плазменная резка, где вырезают из листа металлического. Все, понял, спасибо. Есть кто? Птица. Есть кто? Да, как-то... Добрый день. Мне нужно заказ забрать. Я все кабинеты обошел, никого нет. А там медведь такой с бочкой меда. Да. Вообще нигде никого. Тут птица летает. Вон, вижу. Ага. Фиг. Прям тяжеленький. Нормально получилось. Отлично. Вот такими станками это вырезается. Кстати, если кому интересно, цена вот этого мероприятия обошлась в 1680 рублей. В багажнике 194, ну 200 рублей, да? И здесь 700. 900 рублей у нас вышло за, ну вот это все основание. И плюс сам флюгер вышел 1680. Ну 1700, да? Плюс 900, 2600 рублей. Но, что мы получаем? Флюгер большего размера. Намного плотнее в плане толщины металла. Дизайнерскую идею, потому что такой флюгер, ну нигде его не купишь и не найдешь. Так и есть с медведем. Медведя я взял сам с идеей, которая уже существовала. А вот бочечку свою и лапу поднять повыше, это добавил сам. Можете поискать, вы такого нигде не найдете. Ну, кроме как на моем доме теперь. Краску я взял термостойкую для бань. Сейчас я хорошо зашлифую, загрунтую и покрашу на несколько раз. Думаю, что эта краска будет держать долго. И температуру, и все атмосферные осадки и так далее. Ну будет плохо, залезем, подкрасим, не проблема. Уверен, если вы сами захотите собрать флюгер, у вас это получится очень просто. Сейчас я вам расскажу свой опыт изготовления флюгера. Надо сказать, что удобнее всего рисовать в программе Coral Draw. Я рисовал в 17-й версии. Можно, конечно, флюгер придумать самостоятельно полностью, но проще всего отталкиваться от уже имеющегося варианта. О, такой тоже сойдет. Заходим в поиск и выбираем понравившийся вам эскиз. Я выбираю медведя и сохраняю его на компьютер. Почему я выбрал эту тематику? Все просто. Мое увлечение это пчелы. Ну а на пасеке Мишка это наш частый гость. Плюс он хозяин тайги. К медведю издревле на Алтае относились крайне уважительно. Мишку я хочу связать с нашей пасекой. Поэтому выбираю бочонок. Для того, чтобы у меня был какой-то вариант выбора, поставлю-ка я еще пчелу. Но так как я работаю, ребята, со среднерусскими пчелами... Кстати, если вам интересно, вот она ссылочка на мой второй канал по пчеловодству. Конечно, я редко туда выкладываю видео. Больше и чаще я выкладываю элементы по пасеке сюда. Но там тоже можно что-то посмотреть. Также в качестве рекламы закину вам небольшой момент. Друзья, вы можете зайти на сайт жарковский-мед.рф прям по-русски. И посмотреть продукцию, которую делают мои пчелки. Но не в этом суть. Я работаю со среднерусской пчелой. А среднерусская пчела, она просто лютая. Поэтому ищем злую пчелку в интернете. Кстати, самые прикольные злые пчелки являются логотипом компании Скида, по-моему. Это снегоходная техника. Поэтому выбираем что-нибудь понравившееся. Вот подобрал вот такую вот пчелку. Так, дальше я придумаю цветок и нарисую травку. Для того, чтобы это было как-то тематически интересно. Уменьшаем все поля, для того, чтобы было удобнее двигать картинки. Выбираем по композиции, как лучше расставить объекты. Начинаю обводить инструментом линия. Как вы видите, ничего сложного нет. Справится даже ребенок. Его и попросите сделать творческий эскиз на ваш дом. Когда вы обведете форму и замкнете линию, контур заполнится цветом. Пора рисовать детали. Это тоже очень просто. Нужно всего два инструмента. Линия и точка. С помощью стрелок точки можно править направление линии. Я сейчас все показываю на экране. Занятие увлекательное. Вы создаете свою картину. Ну это же круто. Занятие увлекательное. Давайте тем же самым путем поступим и с пчелкой. Кстати, напишите в комментарии, какой вариант вам больше понравился. Когда обе картинки готовы, экспортируем их в DWG формат. Для того, чтобы станок ЧПУ их понял. Теперь вам осталось просто найти в городе компанию, которая занимается резкой металла. В основном такие компании есть везде. Вот и все. Теперь давайте продолжим работу над флюгером. Только что мы с вами забрали вот эту замечательную штуку, которую я нарисовал сам и заказал ее в плазменной резке. Точнее это не плазма, а скорее всего. Там было два варианта. Плазма, по-моему, это дорого, а мне вырезали электрическим лучом. Может это и есть плазма, я не знаю. Короче, резка недорогая. Вот эта конструкция вместе с буквами вышла в 1680 рублей. Я уже это говорил. Но здесь есть один минус. Во-первых, режет она немножко под углом. Чем больше металл, тем больше конус. Второй момент, это вот такая вот беда, которая накидано на швах. Это нужно сейчас очистить. И мы с вами будем собирать сделанный своими руками флюгер. Для этого я взял болгарку, зачистной диск на нее. И сейчас этим займусь. Вот так. Поехали. Зачищаю абразивный налет и заодно снимаю копоть с детали. В наушниках эту работу делать одно удовольствие. Никогда не пилите болгаркой вот так. Это я показываю, как нельзя делать. Центрую стержень 20-го диаметра и фиксирую на флюгер. Сейчас я создам некое подобие шарнира, одев трубку на стержень. Варить в маске хамелеон просто шикарно. Очень удобно варить третьим электродом. Срезаю 20-ю трубу с запасом 12 сантиметров от стержня. Теперь сделаю вторую часть основы флюгера. На ней будут держаться буквы сторон света. Есть один секретик, друзья. Первое. Обязательно шарик. И шарик помогает хорошему движению. Мы еще потом смажем и будет вообще обалденно. А второй момент. Это вот такой болт. Для чего он сделан? Когда затягиваешь его, наш флюгер вращается, но нет возможности его снять. Точнее, я, конечно, уверен, что ветер его не снимет, но в целях безопасности, потому что штука нелегкая, чтобы его не оторвало, не подняло. Вот такой вот. И сейчас я должен решить, на какое расстояние мы будем убирать буквы. Делаем на 18 сантиметров. Будет хорошо. Значит, 4 полоски по 18 сантиметров. Блин, 18. Не много ли? 15 это вот так. Давайте 15. Точно. 15 сантиметров. Все. Решил. Так, шарик. Вот это наш очки. Так, куда бы убрать? Как удобно в бане-то работать, а? В будущей. Кстати, ребят, кому интересно видео про баню, тут целый плейлист вот по этой ссылке. И конкретно вот по вот этой бане, которую мы с вами сейчас модернизируем. Ну а в свободное от работы время делаем вот такой замечательный флюгер. Пользуясь случаем, если есть желание, можете подписаться на канал, чтобы не пропустить все наши приколюшки, которые будут происходить за это зиму, лето, весну. И я, короче, канал надолго, поэтому... Так, по 15 сантиметров мы решили. Это мы убираем пока. Блин, надо гараж уже какой-нибудь высвобождать себе, чтобы где-то нормально работать, потому что... Ну что за работа в бане? Что за банная работа? Банная. Слово-то какое. Последние проварки, и в ход пойдут буквы. Не знаю почему, но варить мне очень нравится. Запутался, представляете? Где север, юг, запад, восток по сторонам. Я знаю, кто друг напротив друга. А как это влево-право? Вот тут проблемка произошла. Думаю, еще вдруг картинка зеркальная. Так все придумал приблизительно. Теперь должно быть правильно. Восток, запад, юг, север. Ну вы меня поправьте, если что. Это потому что я уже варю. Поехали. Ой, запад упал. Патриоты, наверное, сейчас улыбнулись. Сейчас хочу подробнее рассказать о приемном стержне. Друзья, так как по первому образованию я конструктор, детали, которые я изобретаю сам, проходят, но и тщательный контроль. Первое, за что я всегда волнуюсь, это за безопасность человека. Поэтому стараюсь делать это все очень качественно и крепко. Колокольный звон прямо. Взбиваем шлак, потому что мы скоро будем красить деталь. И если вы его оставите на месте, то, во-первых, вы не увидите провары, а во-вторых, он все равно потом отвалится. А в этом месте будет непрокрас. Какая покраска без зачистки наждачной бумагой? Проходим все участки очень тщательно, чтобы снять старую попу. Проходим и почистить те места, которые мы еще не касались. Раньше я относился к грунтовке несерьезно, но теперь понимаю, что это очень важный процесс. Перед покраской всегда грунтуете деталь. Нам осталось последнее, наше замечательнейшее дело, это все водрузить на кровлю. Сейчас я обвязочку одеваю и полез, но для этого сначала надо это все сделать черным. Вы думали, это будет белым? Да нетушки, это будет все черненьким, красивеньким, вот таким цветом. Термостойкую эмаль, не знаю, может это неправильно, но мне так кажется, что это само то. Я понимаю, что аккуратно здесь особо-то и не интересно, потому что это все будет находиться на 10 метрах, с такого расстояния, с которого ничего-то особо и не заметишь. Но считаю, что важным делом это прокрас всех торчиков, потому что они могут ржаветь. Ну, прикольненько, прикольненько, мне нравится. Так, здесь прокрас, прокрас, прокрас. Везде прокрас. Давайте медведа теперь красим и поехали вставить уже нашего мишку. Просто дичайшим образом, боюсь, высоты. Самый шок-контент для вас будет буквально через минуту, потому что я сейчас полезу на крышу, один вот за такой хипасиной на спину себе привяжу, я даже не знаю, как ее поднимать. И все это надо дело водрузить на кровлю, как-то держаться еще, это все будет на коньке. Короче, я придумал вообще бомбическую тему, как всегда. Ну, раз уж я решился, да, делать веселые кадры, у меня же сердце кольнуло, то буду делать, что я полезли. Утром я поехал, была погода чудесная, солнечная. Думаю, сегодня будет классные кадры. Для меня высота, это просто дикий страх, об этом я уже говорил. Но сейчас я лезу на эту кровлю. Это жесть. Смотрите, сейчас покажу вам, что там происходит. На улице дубаки. Да. Короче, зима на улице. Лезу на кровлю, ставить флюгер в ураган. Нифига вам слышно не будет, поэтому включу вам приятную мелодичную музыку, и под нее вы будете наблюдать, как я буду сейчас для вас, для вас, ребята, ставить этот флюгер. Дай бог у меня все получится. Сегодня дикий ветер, это просто нереально. Я записал этот закадровый текст, потому что включать вам звук ветра, это было бы, ну, крайне неприятно. На крыше сейчас дико холодно. Есть мысли сдаться и бросить это все, и уйти, ставить это на будущее время, когда-нибудь в другой раз. Но так как пообещал я вам это сделать сейчас, и выложить этот видос сегодня, буду делать работу до победного. Это крайне тяжело, уже руки не работают. Флюгер я не несу на себе, я его затяну потом веревкой, сейчас мне главное залезть на конек, сесть спокойно, приготовить все для работы с флюгером. В кармане у меня шарик, который я сейчас буду фиксировать на приемную конструкцию, и потом установлю флюгер. Ребятушки, мы с вами под кровлей, теперь мы тянем, он уже вон вылазит, видите там, нифига не простое это дело, ребята. Но у нас будет флюгер. Наконец-то мы водружаем нашу конструкцию на самый верх. Из косяков сразу скажу, мне так кажется, что у флюгера должно быть немножко смещен центр тяжести. Я же флюгер центровал, чтобы вес распределялся одинаково, и это, наверное, неправильно, потому что ветер должен конструкцию как-то двигать в какую-то сторону. Ну, это мы поймем сейчас по ходу жизни. Я вам потом по опыту еще в комментариях напишу. Если вдруг хотите собрать такую же конструкцию, следите за комментариями. Ну вот и закончился этот замечательный день. Сделали мы обалденную работу с вами. Я не ожидал, что я залезу на эту кровлю, потому что реально был момент, когда силы у меня уже опустили, остановились. Я понимал, что я не полезу. Вы видели этот момент, да, когда вокруг меня камера крутилась, и я просто сидел такой, думаю, блин, и я не победю. И мы победили. Сегодня был ветер, и мы все-таки сделали эту работу. И я хочу сказать, что я доволен. Посмотрите, как заиграла крыша. По мне так просто стало прикольно. Намного лучше, намного интересней. Дай бог теперь, что этот флюгер никуда не погнет, не свернет. Друзья, кому видос зашел, ставьте лайки. Кому не зашел, смотрите мои другие видео, которые вам больше будут интересны. Ну а я с вами прощаю. До скорых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok